Привет всем! Добро пожаловать на канал Рубикон! С вами Андрей. И в этом видео будет обзор на ледовые кошки. Это такие шипы для обуви, чтобы не скользить по льду в горах. Собственно, это не просто обзор, это еще и распаковка. Я даже не знаю, как они выглядят. Я не открывал еще коробку. Поехали! Итак, я нахожусь в Бетаническом саду. Ну, притащил я сюда запакованную посылку, чтобы ее открыть прямо перед камерой. Сзади меня вообще находится толпа людей, которые, по-моему, что-то рисуют, там типа художников. Вот, и начинается дождь. Но это не помеха. Поехали, скрывай мне. Вот. То есть пакетик просто. Здесь коробка. Я думаю, это уже непосредственно с кошками. Да, здесь даже видно, что эти кошки нарисованы. Коробка, конечно, слегка помятая. Внутри коробки уже сам чехол. Вот так это все дело выглядит. Здесь какая-то еще бумажка. Больше тут ничего нет. А в бумажке, в принципе, тоже ничего нет. Она на китайском. Но здесь нарисовано принцип завязки. Завязывать вот эти шнурки. Не шнурки, тут, в общем, ремешки, как завязывать. Я думаю, на пару раз она пригодится, а потом все это по памяти можно делать. Собственно, чехол, он реально прочный. У меня кошки по типу таких уже есть. То есть реально мои. Это не мои, это кошки моего товарища. Он их заказал. И скажу я вам, эти кошки, они более новые. Я имею в виду модель обновленная. То есть там не просто с виду, а там добавили количество шипов. Так, ну здесь есть накладки на передние шипы. Две накладки отвалились. В принципе, вот они. Они легко тут одеваются и снимаются. Я думаю, чехол тоже неинтересен. Собственно, вот они сами кошки. Вот так они выглядят. Да, материал тоже отличается от моих. Однозначно отличается. То есть он здесь какой-то более мягкий, что ли. У меня он какой-то потверже. А может такой же, но потолще. Да, потолще однозначно. Вот эта вот возможность изменять размер. Тут это тоже все ясно. Все это дело легко работает. Вот эти накладки. Непонятно по какому принципу. А, они защелкиваются просто. Да. Они защелкиваются и снимаются. В принципе, они тоже неинтересны. Вот так это выглядит. Кошки с антиподлипами, разумеется. И антиподлипы, они тоже не такого же материала, как у меня. У меня прям конкретный пластик. А это что-то типа резины. Но это не резина. Это более твердая. Твержея резина, но мягче пластика. Не знаю, что за материал. По-китайски я все равно не понимаю. Так что придется довольствоваться тем, что есть. Ну, мне, честно сказать, они нравятся. Да, кошки зачетные. Шипов здесь реально много. Их 18. 18 штук на вот этот вот наш, на кошку. То есть, размер. Размер кошек изменяется. Он изменяется с 36 до 46. Вот я помню, когда я свои использовал. Я повторюсь, они очень похожи. Только здесь добавили несколько пар шипов. И, собственно, вот эта возможность изменять размер мне как раз очень помогла. Я их одевал на ботинки Скарпа. Это горные ботинки. Они реально огромные. Там два ботинка. Сначала мягкие, а потом сверху надеваются пластиковые, такой жесткие. И вот этот пластиковый, он реально огромного размера. Я где-то брал, ну, гигантские. Они просто гигантские. И я боялся, что не полезут мои кошки. И они реально полезли. Даже не на последнюю. Не на последнюю вот эту вот штучку. Они налезли спокойно и очень плотно фиксируются. Здесь вот, кажется, один шнурок. Все это бельберда. На самом деле здесь очень надежно. Да. То есть, можно реально одевать на кроссовки даже. Но на кроссовки, конечно, никто не будет одевать. Потому что в кроссовках в горы никто не идет. В горы идут как минимум трекинговые ботинки одеть, чтобы они реально фиксировали голеностоп. Иначе можно вывихнуть лодыжку. Но, тем не менее, возможность крепления на любую обувь. Это очень важно. Потому что не у всех ботинок имеется ранка. Материал вот этого изготовления кошек. Это марганцевая сталь. Она реально очень прочная. Ну, с расчетом на бутылочный лед. Кто не знает, бутылочный лед это очень твердый лед такой. Он зимой образуется. На склонах гор, чтобы на нем идти и не скользить, нужны очень твердые, прям заостренные кошки. Иначе по нему просто вот как по бутылке будет скользить. Прямо как вот иголка по бутылке скользит и так же будет скользить. Поэтому материал изготовления очень прочный. Вес данных кошек составляет 850 грамм за пару. Это легче, чем мои кошки. То есть в моих кошках реально там, по-моему, нет двух или четырех шипов. Ну, не то, что их нет. Там просто конструкция немного другая. Но, тем не менее, мои кошки почему-то тяжелее. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, как раз вот с антиподлипами. Кстати, антиподлипа это такая вещь, она реально очень важная. То есть антиподлипа, по сути, вот здесь вот металла нет. Но вот эти отверстия, они закрыты вот этим вот полупластиком, полурезиной. Это и называется антиподлипы. Они препятствуют прилипанию снега к нижней части кошек. Если вы, грубо говоря, будете идти без антиподлипов, есть такие кошки, да, просто металл и все. И здесь вот пустота. Если налипнет сюда очень много снега со льдом, то у вас просто, грубо говоря, вот такой слой снега со льдом будет. И у вас шипы перестанут касаться по почве, ну, грунта, льда. И вы просто будете уже ехать, вы покатитесь. Антиподлип, они препятствуют вот скапливанию вот здесь вот снега и льда. То есть он просто отваливается. Ну, материал специально так продумали, сделали. Вот. Как я уже говорю, размер изменяется. То есть там реально от женского до большого мужского. Можно на любой башмак нацепить. Высота вот этих шипов составляет 4 сантиметра, может даже 4,5. На моих 4,5, а на этих, по-моему, 4. Вот. Но это реально хватает. Там есть даже версия с 2 сантиметрами или 2,5. Ну, что-то в районе 2. Они короче, и я когда их увидел, мне показалось это слишком мало. То есть 4 прям самый вариант. Про цену. Я вот в предыдущих своих роликах всегда озвучивал цену тех вещей, на которые я делал обзор. И я понял, что это неправильно. Потому что всегда цены меняются. Поэтому вы просто перейдите по ссылке и посмотрите, какая цена актуальна именно на сейчас. Вот. Кошки реально классные. Мне нравятся. Я своему товарищу их подгоню на днях. Я думаю, он тоже будет очень доволен. Утирал такой приятный, какой-то наподобие чехла для телефонов, вот этих, в антиподлипах. И они, кстати, реально большие. Если у меня они где-то занимают вот 2 трети, то здесь почти всю площадь подошвы. Это очень хорошо. Тем не менее, вот разложившись на большой размер, они вот так вот имеют возможность сложиться. И, то есть, чехольчик уже маленький. Реально. В чехле они очень компактные. То есть, вот так вот все складывается. Веревка этой заматывается. Да, дождем меня, конечно, заливает прям конкретно. В общем, кошки, в принципе, я все, что хотел, про них рассказал. Если кому-то нужны кошки с мягким креплением, то вот этот вот вариант самый идеальный, просто идеальный. Про цену я вот повторюсь, я не буду ее озвучивать, но я просто скажу, что она реально в 2,5 раза ниже аналогичных цен вот у нас вот в городе Самара, по крайней мере. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. А мне пора бежать отсюда и сохранить свой автопарад в целости и сохранности. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!